ЗАПАДНАЯ Армения Совет национальной безопасности Турции вновь подталкивает Азербайджан к войне с Арменией. Палата представителей США приняла законопроект, предлагающий санкции за покупку турецкого С-400. В этот день, в 1993 году, армянские вооруженные силы освободили Акну Агда. Сбор урожая абрикоса начался в провинции Кюр, провинции Себастья в Западной Армении. По всей территории и Западной Армении в эти дни кипит работа в садах абрикоса. Работа усложняется аномально жаркой погодой. Температура в Тигранакерте достигла 48 градусов. Это оказывает негативное влияние на жизнедеятельность граждан. Хронически больным и пожилым людям следует быть особенно осторожным в жаркую погоду. На армяно-азербайджанской границе в ночь с 22 на 23 июля, как и на данный момент, сохраняется относительное спокойствие. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Противник на отдельных участках границы и стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 6 раз, произведя в направлении армянских позиций около 43 выстрелов. В направлении боевых позиций Чинари Мовсеса Неркин к Армирахпюр 5 раз. В направлении боевой позиций Зангага Туна один раз, написала Шушан Степанян. Асфальтируется автомобильная дорога между Большим и Малым Хончалей и Нинацминского муниципалитета. Строительные работы в процессе. Асфальтирование дороги от Большого Хончалы до Малого осуществляет компания ООО «Джавахкафт-ГЗА» на сумму 1 млн 295 295 лари. Муниципалитет Нинацмин в тендере предлагал 1 млн 455 714 лари, однако в процессе торгов компания снизила сумму на 160 419 лари. «Джавахкафт-ГЗА» был единственным участником. Договор, подписанный 19 мая 2020 года, работы должны закончиться через три месяца с подписания договора. Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Турция поддержит любое решение, которое братский азербайджанский народ примет в своей справедливой борьбе. Об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета национальной безопасности СМБ Турецкой Республики, которое прошло накануне 22 июля в Анкаре под председательством президента Раджеба Тейпа Эрдогана. В последнее время егоинственные заявления стали обычным явлением в контактах президента Турции. И сколько бы Эрдоган не пытался обвинить Армению, он все равно не может пойти против правды. Армения защищает свои границы и можно предположить, судя по нервному выведению президента в двух турецких государств, армянская армия четко выполняет свои задачи. Палата представителей США приняла законопроект, предлагающий санкции за покупку турецкого С-400. Законопроект был внесен двумя республиканцами с Палаты представителей. Законопроект, принятый за 295 против 125, предусматривал, что поставка С-400 станет существенным соглашением, которое потребует санкций в соответствии с действующим законодательством США. Законопроект призывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за приобретение С-400 в рамках закона, известного как «Борьба с противниками Америки с помощью санкций». Законопроект должен быть обсужден в Сенате и подписан Трампом, чтобы вступить в законную силу. С самого начала Арсахской войны город Агдам превратился в крупную азербайджанскую военную базу. 23 февраля 1991 года азербайджанцы без какого-либо сопротивления заняли военные базы 4-й армии советских вооруженных сил, дислоцированные в Агдаме. В результате 728 вагонов артиллерийских снарядов, 245 вагонов с гранатометами и 131 вагон боеприпасов попали в руки азербайджанцев. Для сравнения, на территории Армении СССР было всего 500 вагонов с боеприпасами. После освобождения Шуши, чтобы обеспечить безопасность Степанакерта, а также поселений, прилегающих к Агдаму, силам самообороны Арсахка было поручено уничтожить огневые точки близо к Агдаму, откуда противник регулярно обстреливал армянские поселения с помощью 152-мм артиллерии. Помимо всего прочего, Агдам был также мощным коммуникационным узлом. Таким образом, вопрос об уничтожении этой азербайджанской базы назревал день ото дня. После освобождения Карвачара и Мартакерта армянские войска начали освобождение Агдама. Освобождение было общей армейской операцией, в которой приняли участие все оборонительные районы Арсаха. 4 июля 1993 год армянские войска начали операцию по освобождению Агдама. В тот же день, пытаясь остановить осаду Агдаму, противник начал мощную атаку в направлении Аскерана, Мартакерта и Гадрута, но в итоге потерял господствующие высоты Шелл, который имел исключительное значение для Агдама. Около 20 дней велись ожесточенные бои на высотах вокруг Агдама, которые впоследствии попали под контроль армянских сил, после чего непосредственная опасность полной осады нависла над головами азербайджанских войск в Агдаме. Азербайджанцы были вынуждены отступить, чтобы избежать полного поражения. 23 июля подразделения Арсахской армии обороны вошли в город. В результате военной операции в Агдаме была устранена опасность обстрела из дальнобойной артиллерии и других артиллерийских средств Степанакерта, Аскерана и близлежащих деревень. Противнику был нанесен военный и психологический удар. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг-Ансамбль Ереван Бахэм-Арэль. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!